Микс Ньюс Добрый день, это программа Разворот. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копин. Гость сегодняшнего Разворота, глава организации Без Вест ЦЛВ Александр Фоминский. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, организация Без Вест ЦЛВ уже в принципе в представлении не нуждается. Многие знают, что это организация, которая ищет пропавших без вести людей и успешно их находит очень часто, надо сказать. Александр сегодня не с пустыми руками пришел, вот радио слушатели этого не увидят, а те, кто нас смотрят по видео или в Ютубе в записи посмотрят, увидят, что на столе у нас стоит и дрон, и другие различные принадлежности. Мы о них сейчас поговорим, но начнем, наверное, с того, что Без Вест ЦЛВ в этом году исполняется 10 лет, и, как я понял по информации на вашем сайте, если уточнить, то вот через 4 дня, собственно, там значится дата 8 октября. 8 октября точно, да. А что 8 октября произошло 2009 года? Это была зарегистрирована организация Без Вест ЦЛВ. А, то есть чисто юридически? Юридически, да. А идея появилась, ну, наверное, за какое-то время до этого? Ну, идея, наверное, где-то за год, наверное, родилась. Ну, вы эти 10 лет, будете ли вы как-то их, ну, отмечать, может быть, нельзя сказать, ну, какой-нибудь лед устраивать, я не знаю, каким-то образом, в общем, эту дату? Ну, мы хотели, конечно, снять, арендовать Рундульский замок и устраивать большой бал, но, к сожалению, посмотрев свои деньги, мы даже кафе, наверное, не можем снять на сегодняшний день. Ну, будем, наверное, как-то делать, но, конечно, не будет ни балла, ни какого-то соберемся где-то в небольшом помещении и отпразднуем это. Ну, на данный момент с вами работает, опять же, насколько я понимаю, около 180 волонтеров. Да, совершенно верно. На сегодняшний день в организации Безвест ЛВ порядка где-то 180 человек. Ага, эта цифра, она увеличивается как-то, она увеличилась в какой-то момент значительно или как-то происходит? Понимаете, она как бы и увеличивается, она как бы, организация все время двигается, то есть одни люди приходят, другие уходят, и наши требования меняются к этим людям. Раньше у нас было восприятие волонтера, это просто человек пришел и вовремя приезжает и что-то делает. Сейчас у нас уже требования стали более специализированы, мы больше от людей требуем, хотим что-то, то есть это сейчас уже не просто человек пришел в лес погулять и поискать, это он должен уметь управлять какой-то техникой, там, дронами, подводным оборудованием, очень много специализации стало. Но если что, вы инструктируетесь тоже по определенным вопросам. Мы делаем целые курсы, курсы, которые бесплатные, то есть сейчас получается так, если человек хочет вступить в организацию, он пишет заявку, приходит к нам и начинает участвовать в поисковых тренировках. Мы делаем имитации поиска в лесу, там, в городе, где пропадают люди, и человек это совершенно бесплатно, человек приходит и участвует в этих тренировках. Где-то, наверное, месяца через два, через три он для себя понимает вообще, это интересно, неинтересно это, потому что то, что мы видим как бы на экранах и то, что происходит в жизни, это немножко разные вещи, да, то есть это и ходить по лесу очень много, да, потому что как фильм посмотрит человек, вот там классно, люди идут по лесу, как на прогулке. Да, на самом деле это же бывают очень тяжелые поиски, 10 часов ты ищешь человека. Ну а вот 180 волонтеров, это много, мало, достаточно, вы постоянно нуждаетесь в новых волонтерах, как это происходит? Вы знаете, когда у меня появилась идея открыть эту организацию, мне казалось, что у нас будет тысячи, и это будет, очень много людей надо будет, да, а со временем я понял, что здесь фишка, ну, главное, не в количестве людей, а в качестве этих людей, да, в их знаниях, в их ответственности, в их отношению к делу. То есть, если взять, ну, 10 лет назад, то есть я даже не представлял, что у нас вообще будет какая-то теплотехника, дрона с тепловизорами и тому подобное, да, но так шагает. Ну да, в то время, может быть, и среди населения обычного это не так распространено было, дроны, по крайней мере, лет 10 назад, наверное, это еще не так было. Ну, и тогда я пытался, изучал тему не дронов, а этих, были радиоуправляемые модели, которые можно было, камеру какую-то поставить, ну, сейчас я понимаю, что это смешно, да, были вертолеты, они были, я их пытался именно учиться, и с ними очень тяжело управлять вертолетами. Вот я с ними помучался и сказался, и одна посадка неудачного вертолета, это было 100 евро стоит примерно, потому что ломается винт, ломается там много чего, и очень много надо было изучать. Не то, что как современные дроны взял, там, кнопками нажимаешь, он полетел тебе куда-то, куда-то ему поставил задачу. И вот это количество людей, оно изменилось, потому что, ну, вот раньше, допустим, представим так вот вариант, раньше пропала бабушка, пошла в лес и заблудилась, да. Мне нужно было бы раньше, наверное, 100 человек, чтобы прочесать эту территорию, 100 человек не просто человек, а подготовленных людей, хорошо экипированных, от дождя, от клещей, с компасом. А сейчас я могу, в принципе, запустить туда дрон с тепловизором, да, и он мне… То есть, они совмещены, а тепловизор, он на дроне, так это работает. Да, ну вот если взять вот этот дрон, например, да, который мы используем, мы используем латвийского производителя Atlas, да, я считаю, что это очень хороший дрон, и он через две недели у нас сразу же дал результат, нашли женщину. Там, где прошли люди и не заметили ее. То есть, вы просто увидели, что есть тепловизор, или у него камера тоже есть? Мы увидели на тепловизоре, увидели, что, ну, тепловые точки. Мы как вот ищем людей, мы определяем эти тепловые точки, летит дрон, и определяем на экране, мы видим тепловые точки, где есть. И мы туда отправляем группу проверить эти места. Группа приезжает и проверяет эти места. И когда мы нашли там третью точку, мы увидели, что там лежит женщина. И она даже звала на помощь, но мы ее услышали только тогда, когда вот уже практически подошли к ней. Она уже сутки лежала там в лесу. Ну, а тепловизор, я так понимаю, что у него есть и, ну, то есть, погрешность есть в том, что человек, во-первых, может находиться там за деревом элементарно в лесу, за кроной какой-то плотной. И второе, что в лесу много других теплокровных обитателей, да, которых вы тоже видите, наверное. Да, но мы же видим, если это кролик или зайчик, или… А, все это может различить. Конечно, он же, я вот сейчас, если вот направлю, допустим, видите, вот рука моя, да, не знаю, так видно. Ну, да. Вот, то есть, видно сразу, что рука. И, то есть, если, в чем большой плюс тепловизора, то есть, если я пришел в сектор и вижу вот расстояние 200-300 метров, да, я вот так вот провел, я сразу вижу, что там нету человека. Мне не надо эти 200-300 метров ходить. А если я с дроном, наверху точка у меня, да, то есть, у меня угол вообще огромный, закрываю. Конечно, если тот… Нет, это он калибруется просто. У него, конечно, сектор вообще огромный, и он сразу показывает, где находится человек. То есть, я считаю, что… Ну, у вас тепловизор один. Ну, у нас их сейчас три. А, три. Три тепловизора. Ну, опять же, наверное, есть необходимость всегда в большем количестве, да? Нет, но тепловизор огромный денег стоит. Вот этот тепловизор нам подарила от Реалпа, собирала деньги, мы его купили. Он стоил 3800 тысяч. 3800 евро вот эта головка стоила. То есть, это деньги, ну, большие на самом деле. Понимаете? Ну, зато эффективность от нее очень-очень великая, да? То есть, раньше мне нужно было кинуть туда, допустим, ночью особенно много людей, 100 человек. А сейчас я могу приехать вот так вот, пройти этим прибором и сразу же определить, есть там человек или нет. Но это если мы ищем живого человека. А если мы ищем неживого, конечно, тепловизор там бесполезен. Но возвращаясь вот к моему вопросу, 180 волонтеров, все-таки вы сейчас… У вас нет такого, что вот есть социальная нехватка, необходимо там объявлять призыв и так далее. В принципе, сейчас вы укомплектованы в плане именно людей, имею в виду. Нет, нам люди всегда нужны. Нужны? Конечно, люди всегда нужны. Просто у нас сейчас нет такого, как раньше. То есть, мы раньше говорили «приходите все», а понятие «приходите все» люди подразумевают так, что вот я пришел, и я буду делать, и как я вижу, да, искать. Вот я пришел, вот вы позвали меня, сказали, поехали искать. Я приехал, у вас есть какое-то представление, модель поиска, а у меня своя модель поиска. Я говорю, вы знаете, вот я так искать не буду, я буду искать. Мне кажется, вот коронная фраза, когда человек приезжает на помощь, говорит, а почему вы думаете, что он туда пошел? Вот мне кажется, что он пошел точно вот туда вот. И человек берет и самостоятельно начинает куда-то идти. И ты ему говоришь, ну извините, вы пришли вместе одной командой искать? Ну нет, я считаю, что по логике, по моей, вот там. Это очень часто бывает. И вообще люди, когда приходят, если они пришли помогать, они считают, что ты им уже, как бы, некоторые считают, что ты уже должен им. Они пришли тебе помогать, и ты должен делать, что они хотят. Ну а если ответить, может быть, разом всем таким людям во многом, в двух словах вы можете сказать, как вы, например, если вы приходите на место, и непонятно, в какую сторону пошел человек, чем вы руководствуетесь в первую очередь? Или вы стараетесь охватить максимальное пространство? Нет, понимаете, наверное, многие не понимают, как работает вообще безвестовая. Вот я даже сейчас недавно разговаривал с одним человеком, он говорит, безвестовая, я так понимаю, что есть свисток, свистнули, если что, в лесу кто-то потерялся, приехала команда и побегала, поискала и нашла. Но вы хотите сказать сейчас, что полицию просто необходимо привлечь? Нет, я хочу сказать, что прежде чем куда-то выехать, безвесту, безвест проводит огромную работу, чтобы не ехать. Потому что, ну как происходит, когда приходят к нам сообщения через Фейсбук или к нам попадает эта анкета, мы с человеком этим общаемся где-то 40-50 минут, хотим понять, что произошло, где он пропал, какие причины, и есть ли смысл ехать в лес или искать в городе его. То, что полиция-то однозначно, они должны писать заявление и искать. Но мы говорим про такие случаи, где пропал человек. Вот пропал он, ну вот, например, я вам расскажу короткий случай, у одной женщины пропал муж. Она позвонила, долго рассказывали, муж был склонен, ну как бы депрессия была, то есть подавлен был это. И в ходе вот разговоров, этих долгих-долгих разговоров, мы поняли, что у них есть гараж, гараж закрыт. Да, и тогда там в нашем районе, там, где вот они были в гараж, взяли, залезли на крышу этого гаража, привязали палку, привязали телефон, опустили просто в их гараж, поводили камеры и увидели, что он там находится. К сожалению, без признаков жизни. То есть, в принципе, это можно сказать, грубо говоря, не надо было привлекать, делать поиски, прочесывать все гаражи, все там, ну, вокруг, ближайшие эти гаражи. То есть, он покончил с жизнью в гараже? Он покончил с собой, да. И закрылся при этом? Да, он закрылся, ну, то, что гараж закрыт, мы же не знаем, он закрыт изнутри или снаружи, ну, тот, по крайней мере. Я просто говорю, что работа на телефоне, которая вот именно входящая в звонок, очень много зависит. Это как бы, без вас это большая команда, которая, каждый выполняет какую-то свою, ну, такую точечную работу. Но при этом у вас тоже, так получается, какая-то иерархия есть. Конечно. Я имею в виду, что есть волонтеры, они тоже, как вы сказали, должны быть экипированы и подготовлены. Есть, я понимаю, инструкторы, потому что мы слышим, в ваших операциях обычно есть группа людей, ими руководит один человек, да, на определенное количество людей. Ну, несколько инструкторов, да. Я имею в виду, что несколько групп, а инструкторы, они какую-то более тщательную проходят подготовку. Конечно, это люди… Вы, наверное, сам один из инструкторов, да, получается? Ну, я как бы один из, который участвовал в подготовке этих инструкторов. Ну, да, да. Ну, просто я как, ну, я как придумал эту организацию, и еще тут была у нас там Юлия Воронина есть такая, тоже, она 10 лет со мной. Да, была у нас тоже в гостях с вами вместе. Она 10 лет тоже сидит на телефоне и отвечает, и еще там девушки у нас есть, еще люди вообще отвечают. Просто их не видно, может быть, на этом. Ну, то есть, наш суммировали опыт, и плюс приходили какие-то люди, и мы создали вот этих инструкторов, которые уже обучают, уже придумали методики свои, как нам обучать этих людей в лесу, и вводят группы. От них тоже зависит много. Здесь каждый, каждый выполняет свою какую-то определенную роль. Даже когда мы находим под водой тело человека, мы же тоже его достаем сами. Потому что было много раз, такие случаи, пока мы вызываем пожарно-спасательную службу, проходит какое-то время, тело уже уплыло. И вся наша работа, ну, на смарку найти его. Ну, я имею в виду, допустим, случай бывает. Обратились к нам, утонул человек, рыбак. Мы приехали, показали прибором, где он лежит. Пока приехала там через 4 часа водолаза со снаряжением, тело унесло уже куда-то. Слушайте, мне просто интересно, вот так стало сейчас выявить, ну, если возвращаться, опять же, 10 лет назад, и вот эти 10 лет, которые прошли, выявить по образованию не медик, да, я так понимаю, и не из правоохранительных органов человека. Нет. Я просто к тому, как, вот вы так раз уже буднично и понятно рассказываете про эти тела, как это вообще изначально было? Ну, то есть, да, вы, наверное, в какой-то момент стали находить не только живых людей, и это для обычного человека вообще-то не рядовая ситуация. Не знаю, я как-то не задумывался об этом. Да, было, ну, так, стресса какого-то, мягко говоря, от того, что вот были такие-то допросы. Ну, вы же не просто так кого-то находите, какое-то тело, за каждым телом стоит какая-то история, трагедия, и когда вы общаетесь с этими близкими, вы проникаетесь этим ощущением, то есть, вы видите эти слёзы, несчастье это, и вы понимаете, что вам надо вот кровь из носа найти, постараться этого ребёнка. И ведь когда мы находим, здесь же как бы очень много происходит дальнейших хороших событий в плане, у человека, если мы находим неживого человека, это же тоже для них это... Но они могут проститься с ним. А есть же куча людей, которые так и не могут своих найти детей по сей день. Таких очень много есть. Небольшая пауза, сейчас короткий перерыв, вернёмся буквально через минуту. Сегодня в развороте глава организации БЭС ВСЦЛВ Александр Фоминский. Нам можно позвонить по телефону 672 12 93 9 672 13 93 9 или написать в WhatsApp сообщение по телефону 630... Простите, 230 6191. Ну, понятно, что выходных в вашей организации нет, и по-разному. Вот и вы сообщали, и ваши коллеги, я так понимаю, что в среднем в день вы получаете 10-15 сообщений о пропажах. Это правда? Да, бывают такие дни, да. То есть, вот и сегодня, в обычный день вы получите... Вчера было 18 сообщений, а сколько сегодня было, я точно не знаю. Но есть какие-то периоды в году, когда какая-то динамика происходит? Я так понимаю, что лето – это грибной сезон, наверное. Ну, да, есть, конечно, есть, бывают дни, что вообще вот один-два звонка бывают. Бывает такое, ну, как-то нету, не связано это ни с чем-то таким, может, с полнолунием немножко связано, наверное, более активное становится такое. Ну, и как дальше происходит, вот вы получаете звонок, опять же, в двух словах, каким образом отсев происходит? Потому что все вы не можете понять, некоторые, наверное, да, вы сами сказали, по телефону все решают. Сначала мы пытаемся понять вообще, ну, насколько мы там нужны, да, насколько есть смысл вообще ехать. Потому что, если мне звонят и говорят, вы знаете, вот он вышел в городе там на Стабу или там на Чака, его видели, и он пропал. Ехать туда в город и ходить толпой нету никакого смысла, намного эффективнее это будет сделать публикацию на Фейсбуке, чтобы люди это расшарили. И просто очень часто, если человек пропадает в городе, очень часто нам приходит информация просто от простых людей, которые видели этого человека где-то в троллейбусе, в автобусе, маршрутке. То есть, по городу вы особенно, вы больше специализируетесь на вот сельской, так сказать, местности. Да, да. А вот мне интересно, вы сказали в предыдущей части, что требования, в принципе, к волонтерам, они выросли, а выросли за эти 10 лет? Ну, то есть, теперь мы уже живем в той реальности, когда мы знаем, что БСВС есть, да, это уже стало такой, что ли, нормой во многом. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? Да. То есть, раньше, когда люди, наверное, обращались, для них это было каким-то чудом, если вы находили. Сейчас, возможно, есть такое, что уже вам звонят и говорят, ну, вот, делайте свою работу, у нас пропал человек. Это изменилось здесь, это отношение? Может быть, я еще немного радикально сказал, но не понимаете. Нет, это, кстати, так и бывает. Бывают такие звонки, что люди звонят и говорят, вы знаете, вы там, давайте с низкого старта поднимитесь и суда ракеты, ну, 15 минут. Я пытаюсь людям объяснить, вы знаете, мы волонтеры, мы не военные, мы не получаем здесь зарплату. Мы вам поможем, конечно, по мере наших возможностей. Ну, допустим, как бы мы тоже не можем ездить, там, в Даугапилс, например, из Риги сесть и поехать. Ну, мы такого не делаем. Мы стараемся где-то 150 километров от Риги съездить. Но вот я хотел спросить, что, я так понимаю, что у вас в Лепой появилось как подразделение? Да, у нас в Лепой есть вот сейчас филиал, там, на самом деле, очень толковый парень есть, он представляет наши интересы. Мы с ним познакомились на поиске погибшей Ивана Берладина. Да, мне он очень нравится, и он очень отзывчивый человек. И он там собрал небольшую группу, уже начинается… То есть, они обучаются в Риге этим знанием, мы все общаемся, и вот эти знания там… То есть, они покрывают Лепой и Курзема, да, наверное? Ну, немножко там, да, покрывают это громко сказанно, но, как бы, они стараются что-то делать. Также вот появляются какие-то фейки под нас, косят какие-то организации, волонтеров, да. Мы даже, вот, кстати, ввели у себя свои жетоны, чтобы, если что, ну… Показать. Показать, что… Да, если спрашиваете, что есть ли жетон Безвостолуэ, если нету, то это вообще… А в чем смысл этих фейков, какая им выгода этим знанием? Я не знаю, приезжают люди какие-то, называются волонтерами Безвостолуэ и начинают делать какие-то пародии на поисках, да. А потом нам звонят люди, говорят, ой, вы как-то странно там искали, а я говорю, у нас там даже не было. Разве что, может, это какие-то молодые люди, которые, знаете, вдохновились. Ну, конечно, это идея, вот, волонтер, сейчас поедем спасать мир. Ну, его же надо спасать разумно как-то, а не просто… Да, у нас звонок, кстати, вот уже звонят долгое время, наденьте наушники. Да. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. У меня вопрос такой. Когда искали Ваню Берлазина, да, мне эта история очень затронула, мы приехали в Лепую, почему около его дома было тысячи человек, и все искали где-то около его дома. Но ведь, я не знаю, ну вот интуиция даже подсказывала, что это явно даже не близко около дома. Почему все стояли, столько народу, ну, такая толпа. Нельзя было распределить как-то более там, ну, дальше намного. Поняли вас, спасибо. Хороший, кстати, вопрос, на самом деле. Я вот такой же подобный слышал в свой адрес, что первые два дня поиска Ивана Берлазина в Безвест, там был с Безвестом хаос. На что я отвечаю людям, что Безвест ЛВ вообще подключился к поискам Ивана Берлазина только на третий день. К нам реально обратились на третий день только по поискам туда. Мы приехали на третий день и сразу включились в поисковую миссию. И комментировать работу полиции я не могу. Мы взяли свой квадрат и его начали прочесывать. Как остальные, кто что делал, ну, нам сложно сказать. Для нас это большая была трагедия, очень серьезная. Мы сделали четыре выезда. Один раз сами чуть не заснули, вот я сам ехал за рулем. Да, уснул и чуть автобус уже на последней секунде вырулил. Трагедия очень тяжелая, но что хочу сказать, наверное, по поводу этого события, что вот полиция и государство вообще из этой трагедии сделало, мне кажется, выводы. Потому что очень много уже, ну, кто-то знает пропавших без вести других, кроме Ивана Берлазина. А еще же дети пропадали. О них никто ничего не говорит. А здесь я вот вижу, что после поисков этих влепые, реально полиция стала очень сильно работать. И искать, и вертолет летает сейчас. Раньше вообще не было этой техники. Сейчас пропала бабушка, вертолет летает. Это вот буквально только что было, да? Ну, вот сейчас недавно и вообще как бы летает. Под Огро. Да, а раньше я вообще такого не видел, чтобы летал вертолет. Ну, значит, правоохранительные органы лучше. Сделали выводы реальные, такие серьезные. А вот такой вопрос. Ну, действительно, это из пропавших, это, наверное, крупнейшая вот такая с трагическим концом история с Ваней Берлазином. И она потрясла общество вообще в целом тогда, конечно. Был такой шок, он ощущался. Насколько он до сих пор держит, что ли? То есть была такая эмоциональная встряска у людей, да? И, как казалось, люди стали более внимательно относиться к детям. Там, если кто-то на улице без присмотра, маленький ребенок. Вот прошло сколько? Два с лишним года уже. Можно сказать, что изменилось? Или потом, как это вот бывает, у нас вернулось все? Нет, конечно, что-то возвращается обратно. Но мне кажется, вот это состояние людей, оно я улавливаю. Даже вот был случай недавно, я был в одном кафе, уличное кафе, и вышел ребенок маленький такой, я еще смотрю, он выходит за пределы кафе, и бармен выпрыгивает со стойки, и бежит, и хватает этого ребенка, и спрашивает, чей ребенок. То есть видно, что вот эта вот ситуация, она очень многих зацепила. Еще звонок у нас есть, давайте примем. Добрый день. Добрый день, Константин. Два вопроса. Ну вот мы первый буквально сняли с языка по поводу работы полиции. Вот я вас слушаю, и если честно, голосы дымом встают. То есть всю ту работу, которую делаете вы, эти 10 лет, не обученные, как вы говорите, волонтеры, самоучки, так вас назовем, должна была бы делать государственная машина защиты, которой мы делегировали эти полномочия, на которые мы платим налоги. То есть ваш, сам факт вашего существования, это показатель деградации защитного механизма государственного. Как вы думаете, будет изменение или нет? И второй вопрос, это сотрудничаете ли вы с какими-то международными, есть ли аналоги международных таких организаций и собраний, и как они строят свою работу? Спасибо. Ну, насчет полиции, насчет деградации, мне кажется, это рисковато так, потому что я считаю, что если есть гражданская какая-то сила, то ее всегда можно подключить на помощь. То есть есть полиция, есть военные, есть пожарно-спасательная служба, но если придут еще волонтеры, мне кажется, это будет только лучше. Ну, конечно. Это раз. Насчет того, что международных организаций, подобных безвест, то, наверное, такого масштаба, наверное, нету с таким опытом на сегодняшний день. Есть похожие, может быть, организации, но вот так, чтобы как бы в таком алгоритме работать, иметь своих, подводную свою службу, иметь эхокамеры, иметь такие там дроны. Ну, такого, как-то, мне кажется, еще, наверное, нету. Ну, получается, в других странах полиция занимается все-таки. Ну, мне сложно так комментировать. Ну, вот сейчас мы, вот совсем недавно, мы год назад, мы через ваше радио тоже, кстати, говорили про приложение базовое столовое. Да, оно запущено было. GPS, да. Очень серьезные будет сейчас изменения в этом приложении, которые, я думаю, спасет не одну жизнь. Это будет кнопка SOS там. То есть, сейчас любой, ну, очень скоро любой человек, который будет находиться какой-то, ну, будет угрожать его жизни, это он может нажать эту кнопку, и мы получим это сообщение. Потому что сейчас очень долгое время уходит на то, что если человек находится где-то в лесу, ему требуется помощь определить местоположение его телефона. Главное, чтобы интернет был. Ну, да, это понятно, да, конечно, чтобы был интернет. В лесу тоже там все… Да, не все просто, да. Ну, вот если это все будет, будет работать, то, по крайней мере, хоть какой-то шанс его найти будет. А какое приложение называется, напомните? Называется Bezvest App. А, ну, то есть, его просто найти. Его, да, Bezvest, наберите App в Play Market, или там бесплатно совершенно, вы можете скачать его сейчас. Оно работает и сейчас уже год, мы его используем для поисков людей. Компания Chile сделали нам его для нас бесплатно его совершенно. Их тоже, кстати, затронуло это после Ивана Берладина. Они обратились к нам и предложили, они говорят, мы хорошо умеем делать программу, но мы не знаем, как эта программа должна выглядеть. В декабре она была запущена, да? Да, и сейчас мы эту программу, кстати, запускаем в Литве. Ну, чтобы Литва тоже будет иметь такую же, но она будет не Bezvest называться, она будет для литовца сделана. Мы там к ней, мы, Chile просто им дарит эту программу, чтобы это была такая же программа, как Bezvest в Латвии, такая же организация есть подобная в Литве. И они точно так же смогут использовать для поиска людей. Но за эти вот неполный год приложение уже тоже, оно как-то сыграло? Конечно, мы этим приложением очень пользуемся. Это же приложение разделено на две части. Первая часть, это, видимо, для простых людей, которые просто могут получать информацию, что пропал человек. А есть вторая часть приложения, как бы скрытая, когда уже человек становится постоянным участником нашего движения. Он может, мы его видим, где он находится на поисках, мы отмечаем эти сектора. И с помощью этого приложения мы уже нашли несколько человек. Оно очень эффективно для поисков именно. Ну, постоянно тоже и понятно, мы слышим о том, что в организации Bezvest не хватает средств, они, в принципе, нужны. Вообще, в принципе, как сейчас устроена финансовая составляющая вашей организации? Пожертвования, ваш собственный вклад? Ну, с пожертвованием у нас как-то не сильно нам жертвуют миллионы, да, то есть денег нам не жертвуют. Но что хочется сказать, что вообще в этом начались происходить серьезные изменения. Мне кажется, прорыв, вот 10 лет мы как-то пробили эту стенку, да, потому что нам сейчас помогает, вот первый у нас начался проект небольшой с фондом общественной интеграции, СИФ так называемый. У нас с ними сейчас сделано, 6 инициатив сделано, где идет, они нам помогают финансово, выделили небольшое средство на обучение наших волонтеров, то есть это обучение водолазов, где по поиску доставания тел из воды, да, обучение кинологии, очень серьезное обучение, чтобы мы могли у своих кинологов, мы хотим сделать более профессиональными и серьезными на обучение. Тепловизор один будет приобретен у нас для поиска человека, потому что когда вот дрон показывает, что есть тепло, допустим, внизу, ну, примерно похоже на человека, то есть тебе надо приехать и на месте точно быстро определить, вот в этом секторе 300-400 метров, есть ли там человек или это камень, или бывает еще и олененок какой-нибудь выпрыгивает, то есть вот не совсем это понятно. И что еще хочется сказать, еще есть организация такая, страховая компания ИФ, тоже им хочется сказать, они в том году нам помогли, застраховали наших собачек и застраховали наших волонтеров, и плюс они нам помогли с покупкой генератора. У нас большая проблема всегда была в лесу с электричеством, да, потому что надо мобильные телефоны заряжать, радиостанции заряжать, фонарики заряжать, да. А вот эти китайские генераторы, они очень такие ненадежные, они нам пошли на встречу и купили нам Хонду этот генератор. Это очень такая серьезная штука, мы его все время используем, и вообще, конечно, классно. Хонда есть Хонда, она работает и зимой, и летом, бывает зимой, пытаешься завести эту машину, нет ни электричества, ты не можешь ни фонарик зарядить, ничего, а там где-то в лесу человеческая жизнь. Но вот звучали ведь в правительстве предложения выделить вам средства, бюджета. 22 тысячи, если не ошибаюсь, и в итоге комиссия отказала, да. Ну вот как вы отреагировали на это? Ну а как мы можем отреагировать? Мы же простые добровольцы, как мы можем, у нас же нету лобби каких-то партий или что-то еще. Единственное, что вот с Министерством обороны у нас, они нам не отказываются от этого, то, что они нам обещали дрон выделить, и как бы разговор там есть. Это все еще продолжается. Да, то есть разговор об этом есть, но когда это будет этот дрон, ну, пока вот нет информации. Но при этом я так понимаю, что вы сначала там как-то договорились об одном дроне, потом Минобороны сказали, что это какой-то военный дрон, который все-таки предоставляет стратегическую важность. Ну да, как бы я так понимаю, что это компания, про которую они говорят, что она выпускает такие-таки дроны, но они могут сделать такие полугражданские дроны, наверное. Ну, в общем, я не в чем в этом разбираюсь, мы будем рады. Я не думаю, что Министерство обороны нас обещает и не выполнит, просто вопрос, я думаю, скорее всего, это вопрос больше юридический, наверное, знаете, потому что я не думаю, что Министерство обороны сидит такой, надо дать Бедребе выделить там дрон. Это же не просто из кармана вытащил и отдал, это же, наверное, так. А если говорить о юридических вопросах, мы и на радио об этом говорили, в прошлом году был закон принят о социальном предпринимательстве. Вот вы от Райл поупомянули, да, с которыми вы… Да. Они являются социальным предприятием. Не было ли каких-то или нет этих мыслей, вот, изменить этот статус вашей организации не с целью там прибыли, естественно, а с целью вот более простого какого-то функционирования с точки зрения тех же финансов. То есть, сейчас вы являетесь обществом, да, получается, там… Знаете, одни люди умеют хорошо искать людей, другие умеют писать бизнес-план, так скажем. Вот мы не очень сильны в написании всяких бизнес-планов, но людей искать мы умеем. Я на сегодняшний день могу сказать, что вот за последние выходные у нас найдено два человека, да, было один, к сожалению, оба были, ну, не живые найдены, потому что по одному случаю он уже прошло, мужчина пропал пять дней, шесть дней прошло, уже они обратились к нам, а по второму человек утонул, пошёл к воде, на рыбалку и утонул, ну, пропал без вести, и мы начали анализировать, проверять, проверять воду, под водой, смотреть эхокамерами, специальным оборудованием, и вот нашли тело человека. Ну, за 10 лет звучала, опять же, цифра живыми найдена более 100, да? Нет, это вообще найдено. А в целом? В целом найдено, на сегодняшний день 121 человек. 121 человек. Да, и живых, и неживых. А вообще поисковых миссий у нас было порядка 900 выездов физически, где вот мы приезжаем, это не просто выездов, а это реальные поиски, я считаю, такие. Для меня поиск, это называется, ты приехал там, полдня прошёлся, поработал. Количество найденных, оно вот с этими за годы, оно стало увеличиваться? Или примерно всё вот так вот равномерно? Ну, вы знаете, здесь очень всё, очень так относительно, то есть, какими-то волнами. То есть, один момент, их становится больше, как обращаются, когда человек заблудился в лесу, ну, к ним обращаются. Бывают случаи, когда уже он утонул и знает, что там по-другому не надёшь его, как только приборами. Потому что нырять без приборов, искать человека в мутной воде очень тяжело. Ну, практически невозможно. Водолаз его вот так вот ищет на ощупь. Даже когда ты ему говоришь, что вот он перед тобой стоит, он не может его увидеть. Потому что видимость полметра-метр фонарика. Ну, вот у нас, если про утопленников, кстати, говорить, это известный факт, статистически просто, что об этом мы в пожарно-спасательной службе говорили, и даже в Федерации плавания была у нас тоже, что у нас количество утопленников, оно одно из самых больших в Европе. То есть, образованность людей в этом смысле, я не знаю, может быть, в определённом смысле работа спасателей, но скорее первое, да, что в этом смысле люди у нас к воде относятся как-то, может быть, не знаю, халатно, несерьёзно. Вот в этом только направлении, как вам кажется, который, вот вы имеете дело тоже с людьми, которые там на воде, с людьми, которыми в лесу, сознательность людей. Я понимаю, мне вот сложно это ответить на вопрос так же, как и пропавших людей, потому что эта информация обладает, ну, частью полиция, частью пожарно-спасательной службы. К ним стекается общая картина, то есть, они могут знать, там, часто люди утонули по какой причине, выпили алкоголь, ещё какие-то там, ну, причины. Далеко заплыли, да. Далеко заплыли, да. То есть, это у них. У меня картина такая, что мне просто звонят и говорят, что человек утонул. Как утонул, я даже не до конца. Но вы сказали, что вы истории, в принципе, знаете, как правило. Ну, не все же я истории знаю. Я знаю историю, допустим, когда утонул человек на лодке, плыл-плыл и утонул, там и родные ничего не знают. Я знаю, что для них этот человек очень, ну, это их ребёнок, который, они его помнят с детства, там, они его растили, а потом он сейчас вот вытаскивает, и вот труп. Ну, вот это я знаю. Я вижу, что для них он не безразличен. А по какой причине я вот с утопленниками, к сожалению, не всегда я знаю, что происходит. Вы какое-то время назад публиковали видео с различными находками, вот помимо просто людей, в Даугаве, да, вы нашли контейнер, вот было это видео, в котором были там пистолеты, какие-то фальшивые деньги. Что вообще вы находите? Мы находим вот всё, что хочешь, можем найти. Но я думаю, что это был, как я понимаю, какой-то квест. Это знаете, как люди прячут какие-то вещи. И, кстати, я думал, что кто-то позвонит нам и заберёт этот чемодан, но так и никто и не позвонил, и не забрал. Там был такой чемодан, сувенирные такие пятисотки, написана сувенирная продукция, этот пистолет этот, не холостой этот, который стреляет, стартовый пистолет такой. Ну и какая-то это, я думаю, что мы думаем, что это, скорее всего, кто-то просто прикалывается, играет вот эти, потому что мы, бывает, довольно-таки часто находим в лесу какие-то вот, типа контейнеры с какими-то кодовыми фразами, словами, люди прячут какие-то вещи. Я так понимаю, что потом как квест играют и находят такие. Вот мы думаем, что это чемодан-то из той же серии. Ну, каких-то артефактов, чего-то более серьёзного. Клад. Мало ли что. Ну, к сожалению, пока вот как-то вот не повезло. Может, если бы мы нашли бы клад, мы бы больше ни у кого не просили бы денег, а покупали бы оборудование все сами. Да. Ну, вот ещё раз обратите внимание, вы к нам пришли сегодня с дроном, да, и с тепловизором. Это здесь тепловизор. Да. Это просто отдельный тепловизор, ручной, да, его можно поставить. Я, почему он такой дорогой? Потому что он маленький, да. И я его снимаю, его можно поставить на каску, на пилот. У нас есть параплан. Его можно поставить на пилот параплана на каску. И через радиопередатчик он просто летит на параплане с моторчиком, да, сзади. И он видит, смотрит куда. И куда он смотрит, я вижу внутри на мониторе, где он, ну, находится. Ну, с парапланом есть, конечно, очень большие минусы, потому что порывы ветра очень требовательны к погоде. То есть, немножко дождь, там, это, это, все, уже летать нельзя. Вот с дроном в этом отношении ему все равно. Запустил его в дождь, ветер, и он полетел там. Но еще у вас в арсенале что? То есть, у вас есть лодка, да, высокодремоторная? У нас две моторных лодки есть. Дрон, тепловизор. Дрон, тепловизор. Вот два водолаза у нас со своим оснащением есть. Вот мы хотим собрать денег, нам нужно… У нас сейчас есть, кстати, вот ИФ нам помогает с покупкой квадроцикла. У нас будет свой квадроцикл. Это очень, кстати, очень классная штука, потому что… Пересеченная какой-то местности. Да, даже вот тебе надо, допустим, ставишь лагерь, надо где-то технику или какое-то оборудование перевезти километр. Расстояние, вроде, километра небольшое, но на плечах там тащить, там, 30-40 километров тяжеловато. А так на квадрик все сложил, откинул туда, и он уже там на месте тебе. Нам еще можно позвонить, буквально пару минут у нас остается. Глава организации БСВС ЛВ Александр Фоминский у нас в гостях. 6, 7, 2, 12, 93, 9, 6, 7, 2, 13, 93 и 9. И вот я, кстати, еще скажу благодарность по ИФу, что они нам… Страховая компания, у нас вот сейчас собака одна поранилась на обучениях. То есть собаку вообще вырастить очень тяжело, она поранилась, и ИФ взял страховку, запустил, или сделали нам, ну, включились на лечение этой собаки. Это первое у нас такое с ними… Ну, такой вот… Ну, собака поранилась, и вот это, кстати, конечно, очень для нас круто. Если люди хотят… Часто же так бывает с этим мобильным приложением, просто люди обращаются, и физические, и юридические лица. Как с вами лучше всего связаться? Через Фейсбук, я так понимаю, можно… Да, через Фейсбук или на страничке нашей записаться в добровольцем. Мы как бы ко всем будем рады. Если люди реально хотят участвовать и становиться в нашу команду, мы будем только рады. Ну, последний такой, наверное, более философский вопрос. Вот 10 лет прошло, еще через 10 лет, если сказать, какой бы вы видели организацию Безвес? Я имею в виду чисто с какой-то технической точки зрения. Понятно, что это работа по поиску людей, естественно, это главная основа. Но в какую сторону необходимо расти? Может быть, вот у вас в Курземе есть филиал, надо и в долгопил все. Ну, моя мечта была бы такая, чтобы в каждом регионе, там, Курземе, Витземе, были как бы такие филиалы, как Безвес здесь в Риге, да, там, порядка, там, может, 50-80 человек в каждом. И чтобы у них были свои, там, дроны свои, мобильные, вот эти вот такие точки. Пропал человек, сразу поехали и быстро нашли оперативно. Давайте напоследок звонок еще примем, выслушаем вас. Да, добрый, добрый день. Константин, еще раз. Да, пожалуйста. Технический вопрос. А вы не думали разработать такое предложение для предупреждения, скажем, таких случаев, как типа базы навигационные, чтобы человек до того, как куда-либо собрался, вот как эту бабушку за грибами искали, там, или родители с детьми куда-то поехали, они сначала регистрируются у вас, а потом они куда-то едут, и когда пропадает кто-то, то вы уже понимаете, где был человек, какие его последние координаты и так далее. То есть, немножко сделать профилактическую работу, а не по уже потом, по факту зашедшего что-либо сказать. Спасибо. В том же приложении, наверное, можно это разместить. Ну, можно, да, можно подумать об этом. Ну, просто когда человек пропадает, он никогда об этом не думает, что он пропадет. Я вот слышу, каждый раз, когда приезжаю на поезд, мне говорят, я вообще никогда не думал, что это у меня пропадет, меня коснется. Я никогда вообще об этом даже подумать не мог. А это может реально коснуться любого человека, пропасть без вести. Это очень просто на самом деле. Чтобы я вот дал бы еще пару советов таких, с чем мы сталкиваемся очень часто. Часто мы спрашиваем, дайте фотографию своего дедушки, бабушки или ребенка. И нету фотографии это никогда. Из этого вот было бы хорошо. Актуально, да? Да, то есть, если вы идете вот на большие какие-то, где большие концерты с ребенком, сфотографируйте прямо здесь сейчас. Сфотографируйте, как он надет. Потому что, когда мама спрашивает, как этот ребенок выглядел, она, я не помню. Он был в красной курточке, в зеленой. А я не помню, какая. В общем, это такая каша начинается. Я понимаю, что у нее пропал ребенок, и сейчас не до этого. Вот это надо... Да, надо об этом помнить. Спасибо большое, Александр Фоминский, глава БСВС ЦЛВ, был у нас сегодня в развороте. Всего доброго и до свидания. Спасибо, до свидания.